Привет! Вы когда-нибудь задумывались, что если бы Оби-Вану удалось спасти Сатин? Как мы знаем, из-за действий Дарта Мола, Оби-Ван теряет свою возлюбленную. Однако, в этой истории ему удается спасти ее. В данной истории Оби-Ван Кеннольбе полетел спасать Сатин Крайс не в одиночку, а с Энакином, своим бывшим Педаваном. Энакин и Оби-Ван выходят из корабля и спасают Сатин. Однако тут Дарт Мол все еще поспевает за Оби-Ваном. Когда наши герои садятся в корабль, солдаты из Зазора Смерти подрывают его. Но герой успевает эвакуироваться. Сатин теряет сознание, а Кеннольбе встает и включает меч. Мол подтягивает Оби-Вана силой к себе и хватает за горло. Однако тут выходит Энакин и со всей злостью отталкивает Дарта Мола силой. Я не там тебе убить Оби-Вана! Или же Сатин. Убить этого глупца! Мол встает и включает свой меч вместе с Саважем. А Кеннольбе и Энакин включают свои. Ситхи и джедаи бросаются друг на друга. Завязывается очень напряженный бой. Мол все-таки берет на себя Оби-Вана Кеннольбе, а Саваж – Энакина Скайуокера. Бой идет. Мандалорцы вмешиваются, но безрезультатно. Ведь откликавшийся от них кусок, во главе с Бока Танкрайс прибывает на помощь. И помогает джедаям. Оби-Вану и Энакину в конце концов удается победить. Оби-Ван убивает Мола, а Энакин убивает Саважа. А все мандалорские воины были убиты. История очень сильно изменяется. Ведь теперь Энакин не единственный джедай, кто имеет возлюбленную. И он все-таки расскажет в дальнейшем об этом Оби-Вану. И у них будет более хорошее доверие между друг другом. События третьего эпизода почти ничем не отличаются поначалу. Энакин убивает Дарта Сирануса, а генерал Кеноби побеждает генерала Гривуса. Однако Энакин не переходит на темную сторону. Но все-таки Сидиус сбегает от Мейса Винду в их дуэли. Мейс вместе с Энакином отправляется в храм. Но Сидиус решает лично возглавить атаку на храм, потому что у него нет ученика. К тому времени Йода и Оби-Ван прибывают в храм. А Сидиус начинает убивать джедаев. В определенный момент Энакин, Йода и Оби-Ван сталкиваются с Сидиусом. Их бой был очень напряженным. У Сидиуса удалось обезоружить Оби-Ваной. И он направляет в его сторону молнии силы. Но тут убегает Мейс Винду и начинает их блокировать световым мечом. Но Сидиус кидает свой меч и отрубает правую руку магистру. А потом убивает его молниями. Йода и Энакин остаются одни. Сидиус отталкивает Йоду и начинает бить молниями Энакина. Энакин теряет свой меч. Так как поток молний был слишком сильный, он не смог удержать меч в руках. И Сидиус говорит. Последний шанс. Присоединяйся ко мне. И вместе мы будем править. Нет! Если ты не будешь со мной, то ты будешь... УНИЧТОЖЕН! Энакин притягивает к себе меч Сидиуса, который тот скинул ранее и неожиданно атакует Палпатина. Сидиус падает. Энакин! Все в порядке, учитель. Я справился. Теперь можешь ты звание носить, магистра-жедая. Спасибо, великий магистр. В данной истории Падма выживает. Так как Сидиус не вмешался, чтобы перенести ее жизнь в тело Энакина. Падма рожает Люка и Лею. В дальнейшем эти двое поводут в Орден джедаев. Однако уже нет угрозы, ведь все ситхи убиты. В этой истории выживает гораздо больше джедаев. Скажем, Шаак-Ти и Цейн-Райлик выживают. Джедаи, которые выжили, заменили тех, что погибли в Совете джедаев. Еще, любовные отношения у джедаев были полностью разрешены. Ведь уже есть примеры, которые остались верны Ордену, но при этом нарушали правила. Конец истории. У этой истории, как и у многих других, очень хороший финал. Однако далеко не каждая история сулит быть с хорошим концом.